МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Михаил Горемыкин – великолепный предприниматель, эксперт по лидерству, наставник, руководитель направления пиара и создания позитивного бренда «Общественного совета Планеты Земля». С 2021 года партнер компании «Мегафон». Об этом тоже мы сегодня поговорим. Михаил, приветствую. Приветствую. Ну что, перекрестясь, начнем, наверное, и начнем мы с сегодняшнего вводного эфира такого, с того, что для нас есть сотовая связь в современном мире. Потому что я вот все на себе, все через себя. Я не знаю, как у тебя это. Но у меня вообще это часть жизни. Я не знаю. Я живу в этом квадратике. Но даже, извиняюсь, поход в уборную или в душ, и все равно где-то рядом он, где-то присутствует, я беру с собой. Потому что есть маниакальное такое опасение, что вдруг в этот момент, в самый важный, пока ты там сидишь в туалете и не можешь выскочить быстро, тебе позвонит очень важный человек, придет очень важный смс, сообщение в мессенджеры, еще там что-то и так далее. Я не могу сказать, что я этому не рад. Я вот не вижу какого-то страха. Может, об этом тоже позднее поговорим. Но в целом я, собственно, к тому, что это часть жизни. Это фактический кусок нашего бытия. Ну, Засиму Малкаю предоставляю тебе слово. Что есть сотовая связь в жизни современного человека? Ну, прежде всего, Александр, спасибо большое. Мне очень приятно оказаться здесь. Я много видел со стороны, слушал, слушал эту зажигательную музыку, замечательные эфиры и ваших экспертов. Ну, и для себя, наверное, скажу, что для меня ваша радиостанция, ваш контент стал какой-то, ну, светлой частью жизни. Ура! Ура! Да, я помню всю эту музыку из молодости. Такая радость послушать зажигательный хард-рок. Ну, я думаю, что у нас старость еще все-таки на нас не напрыгнула. Я думаю, что мы еще пока к ней не повернулись спиной и убегаем. Итак, ну, прежде всего, уважаемые слушатели, зрители Моторадио, все, кто дослушает, досмотрит и внимательно будет относиться к нашей программе, ждут приятные сюрпризы и тарифы на связь от Моторадио. Это такая вот интересная затравочка, чтобы вы нас до конца досмотрели и дослушали. Досмотрят, я надеюсь. С чего бы я хотел начать? Ну, наверное, я бы, как всегда, как русский человек, я бы хотел начать с вопроса, что такое сотовая связь. Саш, как ты думаешь, а кто изобрел сотовую связь? Хороший вопрос, да? Да, хороший вопрос. Мы все с тобой, то есть наше воспоминание, что в 90-х годах сотовая связь пришла с Америки, это были телефоны Nokia, Motorola, это были малиновые пиджаки, огромные телефоны, ящики. И оператор Delta Telecom на Большой Морской. Вообще, и Delta, потом северо-западный GSM, нет, GSM, северо-западный GSM, там были, господи, тяжелые, ужасные телефоны стоимостью, как сейчас, я не знаю, как сейчас телефон, тоже 1100 рублей. Как Hyundai Solaris, ну. Да, да. Итак, почему я этот вопрос задал в самом начале? Потому что всегда любой продукт или любую тему хочется нырнуть в историческую справку. А я сейчас, наверное, тебя немножко удивлю, что сотовая связь была изобретена, создана и разработана в России. А история нас увлечет в 1957 год, когда делегация советских послов Японии увидели, что японские чиновники, которые разъезжают по стране, их машины оборудованы дуплексной связью, и они находятся все время на связи. И первым делом, когда они вернулись из Японии, они Хрущеву Никиту Михайловичу сказали, что, а как это так, это японцы-то на связи? И тогда... Леонид Ильич. Не, Хрущев, 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 57-й год, Хрущев. Ну точно, да, что это я, да. Вот, он отдал команду создать некую систему, и самое это приятное и интересное, что у нас есть с тобой в России такой замечательный город Воронеж. Это не только родина огромных самолетов Ил-86, Ил-96, ракетное производство и радиоэлектроники. А еще это в современном мире это мишень, потому что все время говорят «бомбить Воронеж». Это еще такая иносказательная. На самом деле там очень крупная заводская база элементной электроники. О, нет, я-то пошутил, это есть просто такая фигура речи, что вот опять вы бомбите Воронеж, ну это когда ругают власти. А, ну... В этом смысле. Ну да, извини. Я думаю, что я-то больше хотел сказать, что как раз в институте номер 122 была получена директива от Хрущева создать компактные системные средства связи для чиновников в движении. И там началась как раз вот эта вся работа, и приказ был получен в 61-м году. В 62-м году была создана первая носимая и перевозимая система сотовой связи под названием «Алтай». Точно, я вспомнил сейчас. Да, 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 да. Точно, была такая. Да, и этот «Алтай», когда была создана первая система, пришлось машину, в которой устанавливали вот эту систему сотовой связи, переделывать, потому что блок был огромный, реле были аналоговые, система занимала половину машины. И требовалось около 4-х месяцев, чтобы разнести приемники, передатчики и системы голоса, подсоединить и раскидать ее по всей машине. В течение полугода система дорабатывалась, и уже к 1962 году был выполнен образец, который помещался в багажнике машины, а система связи уже устанавливалась в кабине. Ну, а дальше, как по накатанной, первая вышка, первая система связи была установлена в Москве. Ее поставили на высотку на котельничной набережной, и там были размещены первые антенны. Самое интересное, что покрытие одной сотки в 1963 году было около 60 километров. И Алтай появился... Это значительно больше, чем сейчас соты, которые... Тогда была другая частота связи. И дальше у нас получилось, что Алтай был установлен в машинах и в кабинетах одновременно всех первых лиц страны. В дальнейшем он спускался вниз в министерство, чиновники, партийного аппарата. И в 1964 году сотовая связь уже была установлена у директоров крупных предприятий. И тогда случился уникальный случай, после которого изменилась вообще история сотовой связи. И знаешь, что случилось? У директора, фамилию его не будем называть, водитель оставил машину с Алтаем и пошел покупать продукты машину. Через три минуты, когда он вернулся, системы сотовой связи Алтай в машине не было ни одного проводочка. Все было снято зачастую. Это был 1964 год. Как ты думаешь, что в 1965 году появилось у американцев? Украли собаки. Честно. Вот реальная ситуация в том, что в 1964 году угнали у нас систему. В 1965 американцы стали предлагать на рынке системе портативной переносной связи Моторола. Поэтому кто у кого что-то... Нет, но мы это вот в эфире обвиняем. А насколько... Какая вообще информация? Это действительно было похищено какой-то разведкой? То, что похищено, было действительно. То, что люди говорят, что... Ну, представь... Может, бомжи сняли и на металлолом. Да, бомжи демонтировали все до последнего проводка и сдали металлолом. Слушай, это 1964 год. Там расстрелов уже не было. Но люди могли нести уголовную ответственность за такие поступки. Поэтому здесь мы не можем. История об этом умалчивается. Но все терминологии, система распространения связи и вообще название сотовой связи для модуляции покрытия пространства изобрел наш ученый Леонид Николаевич Мургунов. Как раз его была идея совмещения диапазонов. Его была наработка, создающая покрытие станциями территорий. И чем больше станций, тем больше абонентов можно было обслуживать. Как раз туда и пошло слово сотовая связь. Но основная коренная идея, это когда две сот соты перекрывают друг друга. То есть наезжают одна на другую. Да, и создают некую реангуляцию. И создают возможность переехать, если ты перемещаешься, да? То перейти из одной зоны покрытия в другую. И оставаясь на связи при этом. То есть плавное переключение. Вот это, да? Разница между... Я буду говорить очень упрощенно. Как я это понимаю, что разница между дуплексной связью, когда есть один канал связи, который работает либо туда, либо обратно. Сотовая связь позволяла на одной частоте передавать сразу связь в два направления. И дальше пошла вот эта история. Потому что первичная сотовая связь, или первая G, или первое поколение... 1G. Да, 1G. Она передавала на частоте 165 килобайт в секунду. Это была абсолютно простая система для голосовой передачи. И, ну, собственно, заканчивая с историей связи, я хочу сказать, что, к сожалению, мы первыми запустили эту историю сотовой связи. Но мы, как это сказать, обеспечили связью граждан, только руководящих страной. А граждане, которые жили и работали в стране, не смогли получить. Потому что, ну, в сравнении в ценах, цены 65-го года, стационарный телефон, помнишь, у каждого в квартире был. Да, да, да. Он сто... Себестоимость проводки этого телефона для государства обходилась тысячей рублей. А за установку... Тех еще рублей. Да, тех рублей. Это 65-66 год. А создание сотового телефона Алтай, установка и подключение стоило 3000 рублей. Ну, сам понимаешь, что только руководители крупных предприятий могли поставить на баланс такие аппараты. И возврат или возвращение сотовой связи в Россию произошло в 90-е годы. И они, эти новые аппараты, пришли с Америки, и они были уже более доступные, простые. И мы помним 90-е, которые начинались с малиновых пиджаков и различных аппаратов сотовой связи. Телефончики, висящие на штанах, огромные кожаные бананы с антеннами. Раскладушки, которых хватало на полтора часа с подключениями. Вот, собственно, с 90-х годов уже, ну, 30-го сентября будет 30 лет с первого звонка в Санкт-Петербурге. Норд-Вест-ГСМ, по-моему, у нас первая сотовая связь будет отмечаться праздником. Так это можно, да, так это праздник, это повод собраться... Да, и позвонить друг другу. И позвонить друг другу. Не теряйте друзей, звоните друг другу. Вот эти вот ужасные рассказы о чипировании, о, как это сказать, об облучении... Ну, я все про 5G, который превращает людей в рабов Майкрософта. Да, и подключает прививку прямо к роутеру, да, к телефону. Нет, ну нам же об этом говорит сам Михалков. Мы должны прислушиваться к таким людям, в общем-то. Я хочу сказать, что вот мое скромное, наверное, мнение о том, что неграмотные люди всегда составляют большую часть человечества. И, к сожалению, если ты им скажешь, ребята, нужно учиться играть в шахматы и читать классику, они скажут, да ну, это все разводка, это никому не интересно. А если ты скажешь, что 5G, а ты станешь роботом, они скажут, да, и пойдут друг другу рассказывать. Да, Ангет, я думаю, что мне так плохо-то, почему я вот как-то по утрам себя плохо чувствую, наверное, 5G. А теперь я должен раскрыть тайну и, наверное, сказать всем, ребята, первое, коммерческая эксплуатация 5G работает давно уже и на Невском, и в центральных районах Москвы. Первая компания, которая запустила скоростной интернет 5G, подключила и дает возможность, это Мегафон. В Санкт-Петербурге вы можете прийти на Невский, зайти в настройки телефона, включить 5G и посмотреть, какая будет у вас скорость закачки. Ну, понятно, что вам для этого... Секунду, это правда? Да, я мало тебе скажу, я сейчас буду тебя удивлять. Первое, тебе нужен вот такой вот какой-нибудь телефончик, у которого вы заходите в меню, включаете сотовая связь, настройки и включаете максимальную интеграцию, то есть там LTE, максимальное соединение. Подходите на Невский, включаете и смотрите, как у вас начинает работать скорость. Погоди, погоди, вот iPhone, я захожу, сотовый, да, это 11. 11. Это флагман 11 Pro. Слушай, я, у меня 12 Pro, но 11 Pro тоже. Давай мы сейчас систему настройки чуть-чуть попозже, я сейчас хочу тебя немножко насмешить. То есть, первое, 5G работает давно и 5G создана для так называемых, ты слышал такую фразу, интернет вещей? Конечно, да, конечно. Да, вот все... Алиса и прочее, все вот это вот, которая рулит чайником и прочими холодильниками. Да, я почему-то про другую Алису подумал, но ладно, давай немножко поговорим о том, что такое 5G. 5G, прежде всего, 1, 2, 3, 4, это G, это Generation. То есть, это первое поколение сотовой связи, которое было создано для того, чтобы только разговаривать. Второе поколение сотовой связи вынуждены были собирать инженеры, потому что на той же территории количество людей, купивших телефоны, было больше. И им нужно было уходить на более высокие частоты, диапазоны, чтобы в одном и том же канале пропускать больше сигналов. Представляешь, на одной площади, если два человека разговаривают, они разговаривают на 1G. Да, если их собирается уже 30 человек, то нужно расширять канал связи, и люди начинают заходить на другие частоты. Они идут выше, то есть, там, с килогерц, на мегагерц, потом на гигагерц, герц это колебания. И простая фраза, 1 гигагерц это 1 миллиард колебаний сигнала в секунду. Представляешь, это какая частота? И самое интересное, что эта частота самая безопасная, потому что скорость таких колебаний электросигнала даже не попадает в человека, они отражаются. Я могу тебе сказать интересную вещь. Ты знаешь, что последние 10 лет ты живешь вместе с 5G? Ну да, 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 мы уже вне эфира тут говорили. Да, обсуждали, что у нас роутеры, которые работают на 2 гигагерца, 3 гигагерца, по существу Wi-Fi домашний, это тот же 5G, но только сделанный в одном конкретном месте, одним конкретным человеком. Мы покупаем роутеры, мы пользуемся, мы спим рядом с роутером, они живут в нашей семье уже десятки, ну, уже 10 лет как минимум, и никаких негативных моментов не было. И самое интересное, что когда люди стали выдвигать на рынок вот эти новые идеи скоростного интернета для односекундной закачки там больших фильмов в режиме 4К, ты представляешь, ты просто можешь на телефон 1 гигабайт закачать за секунду. Насколько удобно и классно это может быть в повседневной жизни для врачей, которые ведут операции. Ведь можно через такие объемы информационных каналов передавать телемедицину, мы можем управлять дистанционно машинами, мы можем раскидывать информационно-числовые системы на большое количество машин, которые связаны одной сетью. Ты же у себя на работе связываешь компьютер по Wi-Fi с принтером, правильно? Ты же не боишься, что принтер бежит от тебя, а компьютер договорится о покупке левого электричества? Михаил, меня не надо уговорить, я за. Так я просто с тобой делюсь вот этой ситуацией. А теперь представь, что по существу 5G, 5-е поколение, у нас уже около 10 лет работает в социально-бытовых условиях, и мы к этому относимся нормально. Но когда люди говорят, у нас появляется сотовая связь пятого поколения, все начинают хватать виллы, топоры и идут убивать сотовые связи. Это правильно ты говоришь, а от незнания, от незнания. Ну так когда ты мне про Михалкова сказал, ну у него же дома роутер стоит, ну уже лет 10, и у него вот эта 5G. Может он поэтому такое и говорит? Да нет, я не знаю, может он спит на роутере и роутером прикрывается, я не знаю, это секрет. Но на самом деле очень какая-то странная история получается, что современная технология развивается в направлении цифровых сервисов, которые позволяют нам облегчать жизнь. По существу система умный дом, или система глобального позиционирования, или управления транспортом, безопасного транспорта. Предыдущий спикер о чем говорил? Он всегда об этом говорит. Он говорит о безопасности. А теперь представь, если присоединить скутер к системе безопасности городской по системе 5G, он не будет ехать быстрее 22 км в час, и не будет опасностью. Потому что на системе 5G мы можем управлять глобальной системой движения, позиционирования, движения транспорта. Мы можем делать более безопасное пространство. Ну мы и на 4G это можем делать, но просто это будет лучше, быстрее, эффективнее. Правильно, развитие, все идет дальше. Будет 6G, наверное, 7. Я думаю, что в ближайшие 5 лет будет проекновение вот этой системы 5G. Это очень сильно объемливающий проект. И я тебе скажу, что в России, наверное, единственной стране в мире умные и высокоэффективные военные заняли каналы 5G еще много лет назад. И вот это как раз 78 или 79, как у них там бант называется, что частота 4,8 ГГц до 5,5, я могу ошибаться, принадлежит военному ведомству. И наши военные очень давно уже сделали интернет вещей. Они работают. Вот у них вот эта 5,5, 4,5 ГГц связь, это военные каналы. То есть военный управляет через этот канал, там, каким-нибудь спутником. А тут вдруг кто-то звонит по этой же частоте и все сбивается. Они просто не дают. Они просто не дают. Они не разрешают. И что у нас получается? Что все вот эти телефоны, которые у нас с тобой есть, они настроены на те частоты, которые в России используют военные. И, например, Huawei или, не знаю, OnePlus, iPhone, которые сюда придут на систему 5G и будут подключаться, должны обходить систему и переподключаться. Потому что тот стандартный режим, установленный в iPhone, не подходит для того 5G, который у нас дается для 5G. По существу он выше. То есть это 6,7 ГГц, которые будут использоваться в 5G, в пятом поколении. Ну, Apple адаптирует все. Это будут телефоны, которые на России идут. Ну, уже сейчас запустили, да. Запустили, адаптировали. И здесь, мне кажется, что, ну, не знаю, 3-4 года будет эта система развиваться. Ну, и плюс к этому у нас еще не покупают умные холодильники, пылесосы, стиралки. Пока не покупают. Потому что, ну, да, у нас пока еще не продали старые, глупые. Умные не покупают. Ну, да. Ну, да. А вообще, собственно, вот эта самая сотовая связь, мне кажется, это такая революция в человечестве. Потому что мгновенный доступ к информации в формате видео, фото, в любой точке, да, ты вот где-нибудь вообще там в машине едешь, вот что-нибудь случилось, прямо сразу это все. Это круче, чем радио, чем телевидение, вот стандартное. Почему круче? Это просто стало. Если ты помнишь, ну, мы с тобой уже, как это сказать, пара элитная вторичка. Мы прожили большую интересную жизнь. Да, да. Хорошо сказано. Первый день на этом свете, поэтому мы с тобой прекрасно понимаем, что раньше мы смотрели кино по телевизору, либо в кинотеатрах. Сейчас где мы смотрим? В телефоне? Ну, да, ну, или дома, да. Или интернет дома. IP-телевидение, да. Я не знаю, сейчас идет угасание аналогового телевидения, переход в цифровое, и ты выбираешь уже тот контент, который тебе нравится, а не то, что тебе предлагают. Ты создаешь свою внутреннюю инфраструктуру интересов, вопросов, и самое главное, что ты сказал в самом начале, мы не только становимся зависимыми, мы болеем сотовой болезнью. Наша жизнь, это 80, я не знаю, у кого-то там 70, у кого-то 30 процентов времени с телефоном в руках. Ты же видишь, как сейчас во многих странах запрещают детям вообще пользоваться телефонами, играми, потому что это разобщает, это создает серьезные социальные проблемы. Ой, это тоже отдельная тема для целой серии программ, мне кажется, вот этих психологических, да, я думаю, что мы в будущем обязательно об этом поговорим, потому что вот хорошо в Петербурге болеть этой болезнью, где у тебя везде Wi-Fi высокоскоростной интернет, и у тебя всегда телефон, и если что, то есть планшет, или есть ноутбук, или есть еще там что-то, и ты все равно вот в этом поле, к которому ты привык, ты в нем все равно каким-то образом присутствуешь. А вот если все это выключить, действительно, вот что будет, непонятно. Мы опять станем людьми, наверное. Просто обниматься, будем ходить вместе в рестораны, а не сидеть в телефоне. Приходят люди в рестораны, сидят в телефоне. Это смешно, да. Или общественный транспорт, тоже очень интересно, все заходят, даже, я уж не говорю, в метро все сидят, в телефон пялиться. Мы помним 90-е, я не знаю, я английский язык выучил в метрополитане, я ездил с учебником, там, на учебу, у меня был французский, немецкий язык, а мне очень хотелось. Я просто реально могу сказать, что питерский метрополитен, это место, где я его учил английский по учебнику, и потом его практиковал в телефонах уже, читая, смотря контент. Ну, мы, наверное, перешли ко второй части. Мы поговорили о том, что нас ждут приятные сюрпризы от моторадио и тарифы в конце. Мы поговорили о том, что родина сотовой связи и изобретений, как всегда, как в том анекдоте про Петра Первого, все изобретения были сделаны в России. И рентген, и прочее. Да, ты помнишь, это неприличный анекдот. И сейчас я, наверное, хочу рассказать о том, что в нашей программе мы хотели рассказать о нашем партнере Мегафоне. Я сейчас немножко хочу рассказать, что цель наших программ, наверное, подсказать нашим слушателям и людям, которые смотрят на это все. Ведь в последнее время сотовая связь превратилась не только к главной вещью в жизни. Ну, без телефона страшно выйти, а вдруг что случится? Мы возлагаем все психические, физиологические надежды и страхи на эту маленькую коробочку. И человек, у которого садится телефон, можно вычислить в толпе по глазам, потому что он находится реально в состоянии панической атаки. Дайте зарядиться, да, или люди, которые подсоединяются к розеткам. Итак, Саш, давай немножко поговорим о нашем партнере, о Мегафоне, почему я выбрал или почему эта компания меня заинтересовала. Я честно хочу сказать, что мое направление деятельности – это проекты, это пиар, это стартапы. И зачастую мы начинаем всегда любой бизнес с тем, что мы коммуникатируем с людьми, правильно? Ну, мы с тобой говорим. Раньше люди говорили, глядя в глаза, это, наверное, был самый золотой век общения, когда люди собирались, сжали руки, вместе кушали, общались. Постепенно люди стали отдаляться и первым делом пообщаться у них были письма, правильно? Ну, они писали письма, там, почерк, красивая бумага, запах, духи, там, символические… По скриптам. Да, там… Люблю тебя, да. Да, дупло. Или наоборот. Иржевский, там, и прочие анекдоты на эту тему. А сейчас что такое общение? Общение зачастую это два типа людей. Первый, которые друг друга звонят, правильно? И второй тип людей, которые посылают друг другу голосовые сообщения не текстом, а звуком. И это уже какой-то… Набирающая силу мода. Да, я хочу сказать, что сотовая связь сейчас, она позволила нам общаться во множестве вариантов. Мы можем видеть друг друга, правильно? Можем. Идут звонки. Второе, мы можем писать друг другу в мессенджерах. Третье, мы можем объединяться и создавать групповые звонки, как сейчас это запустил Телеграм. Да, тысячи человек можно собрать и вместе поговорить на бесплатной платформе Телеграма. Также мы создаем через сотовые телефоны системы продаж, такие как чат-боты или какие-то системы, которые тебя постоянно догоняют, тебя ловят, что-то тебе объясняют. И вот здесь вот как раз тема запуска проекта или создания какого-то бизнеса упирается зачастую очень плотно в такой аспект, как сотовая связь. Почему я об этом акцентирую? Да потому что сейчас операторы и виды связи, они у всех одинаковые. Зачастую они арендуют друг другу. Ну, стандарт, да, один и тот же, да, телефоны заточены, которые делаются. Да, и сейчас конкуренция уже уходит не в тарифах, у кого дешевле и лучше, а в комплексных. Знаешь, вот есть такое слово, которое недавно стало заходить, это некая информационная экосистема. Слышал про такое? Конечно, да. Вообще, то есть сотовая связь превратилась в систему передачи всего. Данных, энергии, видео, цифр, общения. Но потенциальные вещи, и когда будут виртуальные принтеры вот эти работать повсеместно уже, можно... Мы говорили, да, о пятом поколении, когда будет интернет вещей прямо в телефонах, и это все будет покрываться. Мне кажется... А, и, кстати, из последней тематики я же хотел тебе сказать, но не успел уложиться в прошлое. Ты знаешь, зачем делается поколение 5G? Еще одна вещь уникальная. Ну, не знаю. Ну, отлично, я тебя заинтриговал. Попробуй ответить. 5G — это система облачного сервиса вычислительных технологий. То есть ты можешь себе представить, вот сейчас мы с тобой покупаем вот этот телефон. У тебя там 11, у меня там 11 тоже. И мы с тобой покупаем мощнейший процессор. Мы покупаем вычислительную систему. И дальше у нас с тобой экран и батарейка, правильно? Да. А теперь представь, что в 5G у тебя будет просто экран и батарейка, а процессор будет висеть в той цифровой системе вычисления, и ты будешь по существу покупать подписку на новейшие телефоны, потому что весь сервис будет находиться в облаке и тебе выдавать. Тебе не нужно будет покупать этот безумно дорогой Bionic M1 или какие-то процессоры, вычислители, потому что у тебя будет антенна, модуль 5G, находящийся внутри этой коробочки, большущая батарейка и потрясающе качественный экран. Вот это следующий шаг в сотовой связи, когда интернет или новая система связи… То есть сам этот микрокомпьютер, он будет не локально здесь, он будет в воздухе в электронном виде. То, что по существу и прогнозировалось для создания сверхскоростных систем вычисления, когда все вычислительные мощности будут создаваться на территории с помощью тех машин, которые там стоят. Ну, например, компьютер, который у тебя находится в студии, у него есть вычислительная мощность, да, принтер у него такая же вычислительная мощность, роутер, вычислительная мощность и прочее. Все вместе они высчитывают, и система 5G может объединять машины для создания таких, модное слово есть, нейросети, или огромное количество машин, которые работают под одной программой и в состоянии вычислять и формировать какие-то решения. И тебе больше не нужен телефон. Ты просто носишь, образно говоря, получающий ретонскатор. Ну, по-моему говоря, как провод из тебя идет прямо туда, уже в большой компьютер. Да, интегрирован, матрица наступила, ты нео, голубая таблетка, да? Да. Шучу. Ну, а почему? Красная. Хорошо. Итак, почему... Почему мегафон? Да, почему мегафон? Ну, это зеленая таблетка. На самом деле, я хочу просто сказать несколько слов, чтобы люди знали. Инфраструктура у мегафона одна из крупнейших по России. Это... Но мне кажется, и в мире. Он очень большой. Я не могу сказать в мире. Мегафон – это очень большая структура. Это банки, информационные компании, контент-компании. Я сейчас немножко этого коснусь. Я просто сейчас хочу про физическое состояние рассказать, что это больше 193,3 тысяч базовых станций по России. Представляешь? Ну, около 200 тысяч, да. Да, ну, фактически около 200. Пока мы с тобой сидим, уже еще пару станций запустили. Дальше это 216 тысяч километров оптического кабеля, который передает всю эту информацию. И это 83 региона ЛТЕ. Плюс некие системы космической связи, которые, если нету прямой связи, то у тебя через спутник, через хабы спутниковый идет вот этот сигнал. Поэтому, когда ты разговариваешь с человеком, который находится в другом городе, ты должен на секунду подумать, а где же летает мой голос? Он сейчас пролетает над спутником и переходит к человеку, который в другой части. Ну, и прежде всего, две зоны пилотные. Я еще раз повторюсь, что это Невский и Москва, около Кремля, работают зоны 5G, на которых можно все это попробовать, потестить. Невский длинный? В каком месте там? Я тебе обязательно пришлю приглашение, и у сотрудников Мегафона мы можем с тобой вместе сделать с ними встречу, а я с ними общаюсь, мы запускаем много цифровых сервисов. Да, я думаю, мы вместе с тобой сходим, потестим 5G, запустимся и поиграем в эти игрушки, посмотрим, как у тебя будет... Скачиваться, да? Да, скачиваться гигабайтный фильм за одну секунду. Мне это тоже самому очень интересно. Итак, что предлагает Мегафон? Прежде всего, я работаю с физическими лицами и с юридическими. Здесь польза для физических лиц. Ну, это стандартный Мегафон же Родина, Санкт-Петербург, это потом он пошел в Москву, а МТС пришел в Питер. Но мы были первыми, сначала мы бы туда пошли, а потом уже МТС оттуда пришел. Ну, что сказать, цифровые технологии всегда развиваются вместе с деньгами. И я сейчас хочу сказать очень интересные вещи, это то, что телефоны и связь у всех одинаковая, а вот эта экосистема немножко разная. Мне вот лично зашло, я для бизнеса использую Мегафон. То есть я сначала стал пользователем Мегафона, а потом я уже стал партнером и стал продавать эти все подключения и работать. Мне очень понравилась система виртуальных ЭТС, которые предлагает Мегафон. У них очень выгодные тарифы, но я сейчас это не хочу продавать, то, что я продаю, я просто сам пользуюсь. У меня все проекты стоят на одной ситуации. Мои сотрудники рассыпаны по городу и находятся в своих кабинетах, в различных адресах. У меня есть один входящий номер, на который заходит звоночек, и поэтому входящего номера Мегафон его перекидывает либо на свободного сотрудника, либо на сотрудника, который меньше разговаривает, либо на заданная какая-то схема. Да, на заданная схема, да. Ты можешь это все раскидывать, как тебе удобно. То есть ты сидишь дома, занимаешься своими делами, у тебя входит звонок, ты там генеральный директор или джар, или менеджер, или человек, он тебе вошел, ты поговорил, повесил трубку и все. А у всех ощущение, что люди находятся в офисе, в прямом доступе. И это очень удивительная вещь, которая позволяет сохранять ресурсы для бизнеса. Вторая уникальная вещь, Мегафон, используя цифровые мощности своей сети, позволяет заниматься интеллектуальной обработкой речи. То есть они анализируют ответы, они анализируют, как люди говорят. То есть они могут смотреть отрицательные коннотации или интонации в голосе у сотрудников положительно. Они занимаются выбором сотрудников. Если сотрудник много говорит, то звонок следующий, входящий, идет на другого сотрудника, если у тебя делал связи. То есть часть вещей, которая улучшает жизнь, может быть доверена теперь виртуальным машинам, таким виртуальным ИТС, виртуальным анализаторам, виртуальным системам продаж, которые тоже по существу являются неотъемлемой частью бизнеса. Это наборы реальных решений, которые позволяют экономить деньги. Ну, среди наших слушателей много людей состоятельных и руководителей. Я думаю, что много подключенных к Мегафону, но они не знают о том, что Мегафон теперь позволяет увеличивать продажи системной интеграции в рекламу. Мегафон может предоставить анализ, как работают ваши сотрудники с входящими звонками, и рассказать, и дать оценку эффективности. Они могут создавать актуальные каналы связи, коммуникации. То есть вот этот некий старший брат мозг, он понимает, он тебе дает отчет, например, что твой сотрудник номер три говорил агрессивно, злобно, отрывисто и нехорошо с клиентами. Просто имейте это в виду, да? А клиент, а ваш сотрудник номер 15, как раз наоборот, все время позитивный, у него и звонков больше и так далее. Ну да, это статистика и отчетность по людям. Знаешь, слово такое странное, но оно звучит примерно так. Это омникальные коммуникации. Звучит отвратительно, но польза большая. Мониакально? Омникально. Да, не, не, я шучу, да. То есть это автоматизация рабочего места оператора контактного центра. И там, пожалуйста, вот то, что я тебе сказал. Одновременный прием неограниченного количества звонков. Кстати, дает бесплатный номер 8800, тоже очень приятно. Это создает, как это в Питере говорят, понты дороже денег, да. Ну, онлайн-система контроля за коммуникациями, омникальное обслуживание, облачная инфраструктура, как это все модно говорят. Надеюсь, у нас слушатели поняли, да, что это все в пользу и это помогает зарабатывать деньги. Ну, у нас время потихонечку нас начинает поджимать. У нас буквально минут пять осталось. Я бы хотел спросить, а сейчас те номера, которые выдает Мегафон, это уже вот совсем не выбрать красивый старый номер? Он все время мучает меня, чтобы где-то там твой номер записывают люди и видят, о, ничего себе, это абонент с 30-летним стажем, с 20. Честно сказать, система выбора красивых и дорогих номеров, она есть. У разных операторов она стоит разных денег. Я тебе скажу честно, я вот, например, тоже себе купил недавно красивый номер, там, 3 девятки, 21, 4 восьмерки, 4. Но я купил его не у Мегафона. Я купил у другого оператора, не буду говорить, у какого. Ну, кто знает, что такое 3 девятки, знает. Мы как раз с тобой можем подойти к тому, что выбор есть, но не всегда. Например, хороший виртуальный тест лучше купить у Мегафона и использовать их цифровую систему, и панкинг, и интернет. Но вот по поводу красивых номеров я не скажу, что Мегафон нет. Да, просто проходила новость тут недавно, по-моему, самый дорогой в мире номер 66666666, где-то в Арабских Эмиратах, по-моему, был продан с аукциона за какие-то чудовищные совершенно деньги. По-моему, 2 или 3 миллиона долларов. Да, да, да. Ты знаешь, почему шестерки арабы любят? Почему? Потому что арабская цифра 6, которая пишется в России как 6, на самом деле в арабской цифровой системе это 7. Ну, ты же знаешь нашего общего друга, Олега Капкайна, у него все номера 3 семерки по-арабски или 3 шестерки по-русски. Поэтому это там игра цифр. Да. Ну, итак, чтобы подойти, наверное, к концу, то, что я и говорил. Ребят, глупо начинать хорошее с того, чтобы что-то не подарить приятное. Заходите на сайт Моторадио. Мы оставим там информацию о том, что Мегафон специально для Моторадио создал несколько тарифов, которые позволят вам подключить бесплатный интернет. За какие-то очень символические деньги для вашего домашнего провайдера избавиться за 550 рублей от всех проводов и включить модем с возможностью раздачи на несколько устройств. Мы можем также предложить тариф Моторадио для путешественников, которые за 490 рублей будут замечательно иметь безлимитный интернет. Да, и до 10 часов разговоров по всей большой сети Мегафон. Это исключительные подарки от Моторадио, но и от нас. И мы, наверное, будем готовить, если мы получим хороший отклик и заявки, оценку других операторов. Мы хотим поговорить о плюсах и возможностях МТС. Хотим поговорить об этих замечательных и ярких Тиле-2, Билайн, Полосатый и другие. Иота, иота. Да, обязательно. И даже Тинькова. Мы сделаем обзор и также расскажем о сильных и слабых сторонах. Мегафон – это выгодная инфраструктурная система для ведения бизнеса. Это очень хорошая связь, это хорошие ценные подарки, но не такие дешевые, качественные возможности по выбору номера. Может быть, другие операторы подарят тебе замечательный номер, если они услышат этот подкаст и захотят в нашей интересной беседе участвовать. Все, время наше, к сожалению, истекло. Я напоминаю вам, друзья мои, что у нас есть возможность теперь у радиостанции Моторадио предлагать действительно тарифы, которые условно можно назвать сотовая связь от Моторадио. Мы еще придумаем, как это красиво обыграть. Канал, коммуникация или связь от Моторадио. Оставайтесь всегда на связи вместе с Моторадио. Михаил Горемыкин, предприниматель, эксперт по лидерству, наставник, руководитель направления пиар и так далее. Такое большое перечисление. Просто замечательный человек и умница, который будет, я надеюсь, и в будущем рассказывать нам всякое интересное. Спасибо, счастливо. До встречи. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok